Вчера, да, действительно был зафиксирован разлив, ориентировочный размер пятна нефтепродуктов до 400 квадратных метров. Ситуация абсолютно прогнозируемая. Если в период свершения этой аварии мы не фиксировали серьезных превышений предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в море, за исключением самого момента аварии, то с повышением температуры воздуха и морской воды мы предполагали, что да, действительно, такого рода факты будут иметь место. Именно поэтому город настаивал на том, чтобы все работы по эвакуации были проведены до конца марта месяца. К сожалению, это не произошло. На сегодняшний день департаментом экологии проводится постоянный мониторинг состояния воды. Есть факты превышения с начала июня в два раза, в три с половиной. По итогам лабораторного исследования проб, которые были отобраны вчера, информация будет у нас после 12 часов, и мы ее обязательно доведем до сведения. Сейчас самое главное – организовать работу по мониторингу, создать оперативную рабочую группу. Вчера, на мой взгляд, было очень вовремя все сделано. Пятно не вышло за пределы траверсов, пляж которого на сегодняшний день ограничен для доступа. И с помощью использования сорбента ситуация до 14.30 была полностью локализована. На сегодняшний день визуальный осмотр территории показал, что ситуация абсолютно нормальная. Хочу подчеркнуть, что лабораторные исследования проводятся ежедневно в лаборатории государственной экологической инспекции. Информация поступает в департамент, и мы ее передаем соответствующим образом для публикования в средствах массовой информации. До 25 числа собственник не отказывается проводить работы. Наконец, разработан план проведения работы. Это очень важно. Сегодня он находится на рассмотрении и согласовании администрации морских портов. После согласования с государственными экологическими структурами будет разработан график подъема. Мы понимаем прекрасно, что время не самое удачное, но тем не менее так сложилось, что эти работы выполнять необходимо. И вчерашнее событие показало, что откладывать их на поздний период до наступления понижения температуры нецелесообразно. Хочу обратиться к жителям города. Пляж закрыт для посещения. Есть ограждение. У меня огромная-огромная просьба отказаться от посещения этого пляжа и тем более от купания в морской воде в границах этих трайверсов.